О чем мечтают девчонки? Ответов на этот вопрос множество, но наверняка самый редкий из них выйти на бойцовский ринг. У меня началось еще в 15 лет, 2007 год, то есть чисто случайно увидела табличку там восточное единоборство на здании, когда по дворам шли с подругой. Все, и сразу побежали туда, потому что с детства росла на фильмах с Жан-Клудом Ван Дамом, то есть постоянно все это смотрела. Девушка пробовала выступать в разных видах спорта. Она дважды КМС по карате и мастер спорта по стрельбе из винтовки. Пробовала себя и довольно успешно в бодибилдинге, но сейчас ее главная страсть – бои без правил. Если человек выступает на высоком уровне, то есть я никого не жалею. Полный ход идет тренировка. Самые жесткие, сами отчаянные. Если взять Дарина Маздюк, она полностью работает с парнями в спаррингах и так далее. То есть это полностью на равноправе. Год назад Дарина Маздюк подписала контракт с итальянским промоушеном, но все же это были соревнования не мирового уровня. Как только поступило предложение от менеджеров UFC, она без сожаления разорвала отношения с итальянцами, а тренировки стали еще более жесткими. В клубе база начала заниматься с прошлого года, с июня месяца. И, собственно, здесь уже пошли у меня профессиональные контракты сперва с итальянской компанией и сейчас уже подписали с американцами. Судя по всему, иностранные менеджеры заметили Дарину во время выступления на соревнованиях с экстравагантным названием «Битва за хайп», организованную российскими промоутерами. На одном из выступлений уже в первом раунде она отправила в нокаут мастера спорта по боксу. Минута 11 первого раунда нокаут победила Маздюк Дарина. Поаплодируем их! Еще в одной битве Ведновчанка одержала победу над соперницей, которая была вдвое тяжелее ее. И, согласно книге рекордов Гиннеса, обладала званием самой сильной женщины страны. Оба боя набрали более 13 миллионов просмотров только на ютуб. Единогласным решением судей победил боец в красном углу Маздюк Дарина! Таким образом, в России Дарина уже имеет определенную репутацию, но за границей будет выступать впервые. Если все сложится удачно, первый бой должен состояться через месяц в Абу-Дабе. Контракт со спортсменкой подписал известный менеджер, занимающийся продвижением бойцов смешанных единоборств Брайан Баттлер. В нашей команде сейчас 8 чемпионов UFC, 2 чемпиона Беллатра и 2 чемпиона Инвикто. То есть это все его воспитанники, которых он продвигает и которыми он занимается. И на данный момент у меня контракт с ним. Хочется туда поехать, потому что это новая страна, новые люди, новые знакомства. То есть это будет очень интересно и там, самое главное, другой уровень, не то что в России. Дарина Маздюк станет первой россиянкой, которая принимает участие в соревнованиях такого уровня. Ее тренер уверен в подопечной. Воспитывать победителей ему не впервой, но все же за то, что Дарина будет выступать в профессиональной лиге, у него особая гордость. Я с чемпиона мира уже привел в город уже 14 золотых медалей, вот мои воспитанники. Но по профи только удалось ввести Дарина Маздюк и на профи на UFC, там где выступает в принципе вся элита мировая, там и Хабиб Нурмагометов и так далее, как бы из России. Но конечно профи это профи, здесь абсолютно безоговорочно он лидирует. Многочасовые тренировки по 6 раз в неделю, строгая диета, жесткий график. И все это ради того, чтобы доказать, что с виду хрупкая, 28-летняя девушка способна на многое. И чтобы принести всемирную славу своему тренеру, клубу и городу. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.